Доброе утро, ребята! Я уже довольно давно проснулась, но что-то я всё никак не могла взбодриться. Засыпала, просыпалась, я в итоге уже была довольно-давно в душе, но у меня всё ещё обребушено лицо. Это снова влог, мне осталось два дня каникул, потому что послезавтра я выхожу в школу, и я решила сегодня снять этот влог, и завтра этот влог, это будут разные дни по наполненности, потому что я не буду только дома. Сейчас я собираюсь, еду в Москву, в Дом культур. Это типа ресторан. Постоянный набор на утро. Короче, мне сейчас нужно были лекарства, и папа мне привёз. С утра, короче, я ещё злая спустилась, потому что он меня с кровати вытащил с лекарствами, оказывается, что он мне купил ещё мои любимые ботончики, Кик. Кик, почему мы, блин, ещё не сотрудничаем? Короче, я уже на месте, мне дали какой-то стрёмный стол, у меня сзади стрёмный плакат, и вообще стрёмное место без света. Короче, меня с этим местом познакомила Маша с Алисой. Тут очень много всего прикольного, есть много алкогольных коктейлей, которые когда-нибудь здесь попробую, когда мне будет 18, наверное. Я заказала себе кашу с лососем, грибами и зомбашот, это странное сочетание, но попробуем. Вообще здесь очень классно. У меня есть два цвета похожих, одна какая-то Spring Green, но его нет наличия, а лайковая, вот она одна. Короче, когда я сюда пришла, я прям что-то пришла в каком-то... Сначала у меня было нормальное настроение, потом оно ухудшилось, так что сейчас не хочу ввести сториз. Но я сейчас потихоньку начала делать план по Сочи. Я вообще не говорю об этом в Инстаграме, но мы с Машей в конце января едем в Сочи кататься на сноуборде и на лыжах. Я на сноуборде, Маша на лыжах. Если в прошлом году машевская поездка была просто такой лайтовой, я даже не снимала влог, ну снимала в инсту, и то просто типа лайф. То в этом году я придумала супер-контент-план в три соцсети. В соцсети это Инстаграм, Ютуб и ТипТок. Я сейчас все расписала по дням, потому что до этого у меня все было одной большой заметкой, и я бы просто запуталась, что этот. А сейчас я сделала подробный план на все пять дней, когда я что, куда снимаю. Это будет круто. Самое главное мне восстановить статистику, потому что после того, как я не делала ролики плюс-минус месяц, она у меня подупала. А я очень хочу ее вернуть, потому что... Потому что... Сейчас сижу, тут куча народов, всех компаний. Я тут одна. Короче, есть специальный стол, где все приходят ребята с компьютерами и работают. Но я сижу за обычный стол. Меня тут пересадили, дали мне свечку, и теперь я сижу в другом месте. Сейчас хочу заказать себе какой-нибудь лимонад. Литр. И сидеть пить и читать. Я взяла какой-то вкусный лимонейк с дрейфрутовым соком и кофе. Все, сегодняшний день завершен. Наступает вечер. Я сейчас топом, меня отсюда забирает папа. Нужно рейтинг-то какая-то очень красивая. Тут прямо снежок, все подсвечено, гирлянды. Сейчас покажу. Идь. Ну, не знаю, как вам. Мне очень атмосферненько. Я натягивала шапку, а то я сейчас летаю в машину. И папа будет меня ругаться, что я хожу без шапки. И вот такие вот улочки Москвы я тоже очень люблю. It's snow, it's snow, it's snow. It's snow, it's snow, it's snow. С Новым годом, я же не поздравила. Где мой папа? Короче, я сейчас смотрю сравнение трех ГУПРОП. Папа сейчас пока что отошел. Потому что, как я уже говорила, в Сочи я буду снимать. И если я летом брала ГУПРОШКУ в аренду, потому что у меня что-то я вообще не додумалась ее купить, и там уже на месте решила взять в аренду, то сейчас я знаю, что мне заблаговременно нужна ГУПРОШКУ. Уже нет смысла брать ее в аренду. Легче купить, чтобы уже была своя, ни от кого не зависящая и так далее. И новую модель я покупать не хочу. Я хочу купить какую-то более раннюю. Ну, типа новую, но, соответственно, уже не самую новую модель. Поняли, да? Есть, конечно, Hero 9 за 42 тысячи. Ну, что-то спасибо. Я не хочу за такие деньги покупать себе маленькую ГУПРОШКУ. Ну, короче, вот она мне Даша привезет из Лондона. А, да, скоро приедет Даша. Я думаю, что я вам сниму влог, потому что она мне кучу всего привезет. Мы с ней планируем гонять в ресторанчики, кататься на сноубордах. Вернее, я не знаю, на сколько кататься, потому что у нее другой уровень катания. У меня он уже более высокий. Собственно, я уже дома. Мы вроде бы сейчас с Дашей определились с камерой. Очень позже вам расскажу. Она приезжает из Англии совсем скоро. У них сейчас там большой локдаун. Ну, короче, у них очень сейчас большой карантин. Я думаю, что вы слышали, что у них там какие-то супер-мегавирусы. Майстра уже переболела. И, соответственно, у них все магазины закрыты. У них ничего не работает. Везде только онлайн-доставка, онлайн-сервисы и так далее. И это довольно-таки грустно, потому что я должна была ехать в Англию, так как есть мой вариант обучения там. Ну, то есть уже после того, как я закончу школу. Кстати, школа начинается послезавтра. И чтобы вы понимали, насколько сильно я не хочу в школу. Я очень хочу, чтобы у нас была дистанционка. Вообще не ходить в эту школу. Ну, желательно до конца года. То есть просто спокойно готовиться к экзаменам, учиться в спокойном формате. Когда-то вот я хотела перейти на домашнее обучение. Не знаю, жалею даже, что я не перешла или не жалею. Наверное, жалею. А может и нет. Не знаю. Вообще, когда я хотела уходить на домашнее обучение, это было после девятого класса, я думала над школой интернет-урок. Потому что у меня есть близкие, довольно-таки знакомые, которые там обучаются. Обучаются там уже не один год, которые заканчивали девятый класс, получили аттестат. И которые сейчас уже активно близятся к завершению вообще школы на домашнем обучении. Если сравнивать вообще интернет-обучение и наш опыт с дистанционкой, то это не те вещи, между которыми можно поставить равно. Просто потому что дистанционка по большей части была никому не важна. Ну, к этому вряд ли относились серьезно. В случае же с домашним обучением, домашняя школа интернет-урок, это ваше полноценное обучение вне стен учебного заведения, называемого школой. То есть, когда вы полностью не зависите от школы. Если вы учились в школе, вы можете спокойно, без каких-либо проблем, перейти на домашнее обучение. Это разрешено, это чисто сугубо желание ученика и его родителей. Школа просто не имеет права препятствовать. Домашнее обучение, я считаю, что это, наверное, даже круче, чем обучение в школе. У вас есть возможность повторять материал, который вы неправильно поняли. У вас есть возможность идти быстрее школьной программы. Если в классе вы сидите и вы со всеми долбите тему, даже если вы уже ее поняли 300 раз, то в случае же с онлайн вы можете пройти это быстрее. И также это работает в обратную сторону. Я считаю, что домашнее обучение это круто, потому что мой пример сегодняшней работы в кафе просто офигенный. Когда вы берете свой ноутбук, вы идете в комфортное для вас место, где у вас есть еда, там приятная атмосфера, вам там нравится. И вы там учитесь, работаете и так далее. Также домашним обучением вы просто заходите в личный кабинет, просто смотрите свое расписание, свои оценки. Не знаю, мне кажется, что это круто, это удобно. И даже если вы не поедете в кафе, вы можете лежать на кровати и все это делать. Конечно, есть некое опасение при переходе на домашнее обучение, потому что непонятно, что за школа, как вы получите тетистат. Но в случае же с интернет-уроком, я говорю, я сама туда думала уходить. Просто так сложились обстоятельства, что я осталась в школе. У меня там учатся друзья до сих пор. Если вы смотрите мой инстаграм, то Лиза, Филатова, Богдан. Они сейчас там, я смотрю, как они четверть закрывают. Короче, все это суперудобно. Если вы сейчас в поисках школы для обучения, то я внизу оставлю ссылку на интернет-урок. Там бесплатная пробная неделя, вы можете все протестировать, затестить весь функционал программы. Ну, если вы сейчас вообще, в принципе, на дистанционном обучении в школе и вам нравится, вы понимаете, что вам так нравится больше, то это хороший способ попробовать как раз-таки онлайн-школу. Так что заходите на сайт по ссылке в описании, регистрируйтесь и вообще делитесь своими впечатлениями. Жду приезда Даши, потому что она привезет мне кучу всего. Ну, конечно, я по ней заскучилась, ее компанию я тоже жду. Я сейчас смотрела обзоры на камеры, которые я вам показывала. В итоге оказалось, что туку, которую я смотрела за 150 фунтов, это какое-то говно. Ну, в принципе, да, GoPro за 15 тысяч тоже как-то звучит не очень. В итоге Даша говорит, давай возьмем подороже. Я говорю, у меня бюджет выделен. А она говорит, давай я тебе добавлю. Я говорю, ну, давай. В итоге скидывает мне вот эти два варианта. Это GoPro Hero 8 и самое новое это Hero 9. А я хотела взять седьмую. Там седьмых три версии, из которых одна самая фиговая, вторая более-менее, третья хорошая. И мы взяли самую новую, ту, которая вот только-только недавно вышла, GoPro Hero 9. Но она реально круто выглядит. Я потом сделаю вам распаковку. Я думаю, я буду снимать влог в то время, когда Даша приедет. Это будет уже скоро. Ой, это получается, я буду снимать в новой куртке на горнолыжном курорте. Как мы будем кататься с Дашей. Еще и на GoPro-шку. Я запуталась, как оформлять сториз. Короче, я прихожу от папы. Мы там два часа смотрели фильм, что-то я еще делала. И я вспомнила, что я влог снимаю. На самом деле, когда у меня много сдач в голове, и если я камеру куда-то уберу и не возьму ее, я просто забываю об этом. И тут я прихожу и вспоминаю. Смотрите, как у нас елочка симпатичная выглядит из окна. Где-то все еще фигачат салюты. До сих пор не понимаю, зачем их фигачить еще 100 дней после Нового года. Причем так сильно фигачат. Ну ладно. И время, наверное, 38. Я уже иду спать. Вообще, я хочу в 12 ложиться. Но в мере возможности стараюсь сильно не затягиваться. Кстати, к теме GoPro. У меня ее никогда, собственно, не было. Единственное, когда у меня была GoPro, это когда я брала ее в аренду в Сочи. Но заглянем в мой ящик. Это все разные штуки для GoPro. Это штука для закрепления GoPro-шки на голову. Это на руку. Типа, когда вы там ныряете куда-то. Чтобы, типа, она у вас была вот здесь. Ну, там, не знаю, в какую сторону смотрела. Либо туда, либо сюда. Еще я помню, что у меня была такая на тело. Типа, вот здесь вот так вот закрепляется. И здесь камера. Это штука-всплывалка. Если вы прыгаете с ней в воду, то вот сюда вы закрепляете камеру на этот винтик. И если она у вас выпадет из руки, за счет вот этого баллончика она всплывет. Ну, соответственно, будет вот так вот плавать на поверхности. Это вот такая вот штука. Это поплавок для GoPro. То же самое, типа, аналогично действует, только это просто поплавок. Это просто какая-то крепешка, наверное, для... не знаю для чего, кстати говоря. Ну, и вот эта самая прикольная, наверное, штучка. Это, типа, селфи-палка. Эта штука мне пригодится. А, она не сильно, типа, да? Эта штука мне пригодится, чтобы кататься. GoPro-шка, опять же, на вот этот винтик сюда закрепляется. Это подходит для любой GoPro. И вот так вот ездится, снимается. Я купила это 3-4 года назад. Я все планировала, это GoPro планировала, когда я начинала снимать. Реально, года 3-4 лежит вообще без дела. И, наконец-то, это будет нужно. Наверное, я чуть подробнее про то, что я решила снимать и как я решила снимать, расскажу в следующем видео, потому что они, в принципе, почти будут следом. Ну, и просто как-то я изначально сегодня не собиралась эту тему затрагивать. Но могу сказать, что мне очень нравится делиться своей жизнью, какой-то частью, давать им какую-то мотивацию, потому что мне очень часто пишут, что какие-то просто мои лайфовые влоги из жизни, они реально как-то заряжают кого-то, просто нравится. Вот это я сейчас в ребросе зафигачила. Ну, и если нравится вам, я люблю снимать влоги. Если вообще весь мой контент сравнивать, то, наверное, влоги это то, что вот... Но на данный момент мне нравится больше всего. Ещё мне нравится снимать видео с оператором, и то это, может быть, какие-то исключения, видосы, где я покупаю себе что-то, в планких айфонов, себе, там, я не знаю, подруге, семье. Вот такое мне нравится ещё снимать. А так, было у меня одно время вдохновение. Сказала, что я скажу всё это в следующем видео, но говорю сейчас. Типа я думала уйти от влоговых форматов и снимать несколько другой, найти себе оператора. И даже я пробовала. Ну, чё-то как-то я так вот подумала. Не то, чтобы я этим перегорела, просто я поняла, что это, ну, немножко не моё направление. Хотя, конечно, в принципе, попробовать нужно было, но чё-то я не очень, честно, хочу. Я люблю снимать влоги. Теперь я буду снимать влоги с GoPro-шки. Осталось купить дрон. Я сейчас пойду смотреть видосы Птушкина про его дроны, потому что Птушкина люблю. Я же тоже люблю снимать travel, поэтому, ну, типа, для чего мне в основном GoPro-шки? Для того, чтобы снимать travel. Это на всякие... Ой, у меня такая поездка планируется. Всё потом расскажу. Сейчас надо идти в душ. Я сейчас опять лягу, блин, в 3 часа ночи. Мне такое уже не нравится. Я последнюю, наверное, неделю-две ложилась. Очень часто в 4, в 5, в 6, в 7, в 8 утра. Вы прикиньте, это я, которая раньше вставала в 5. Блин, завидую себе, которая могла вставать в 5. Даже если спала по 2 часа, я раньше могла вставать в 5. А сейчас, блин, сплю 13 часов, не могу встать в 10. Что мы ещё показать? Тут всякие подарки, коробочки от подарков. Катьке Белостоцкой подарок неупакованный. Сонькин подарок упакованный. Это Настин подарок, который она у меня не забрала. Если она, блин, его не заберёт, я его себе заберу. Это так-то её подарок. Она мне то же самое почти, что подарила. Как бы один мозг на двоих. Ну, ничего. У меня после завтра знаете, что начинается? Репетитор профилей математики. Йос! Про экзамены я вам расскажу в следующем видео точно. Я надеюсь, что когда я буду затрагивать в следующем видео что-либо, ёбаный прыщ пройдёт. Потому что я думала, что у меня герпес на губе. Оказалось, что у меня вскочил простудный прыщ. И он стрёмный. Фу, я хочу его выдавить, но типа это будет плохо, если его выдавлю. Мечтал теперь моё. Точно то. Точно это. Точно то. Вы думаете, насколько я лох? Я ставила телефон. Ну, вы видели, да, как у меня был... Короче, не до конца воткнула провод. Была уверена, что я сейчас возьму телефон подзаряженным. А по факту, блин, 0,5 центов. А я сейчас мысль потеряю, мне надо её записать. Процеживаю воду через фильтр. И пью. Смотрите, в чём я есть. Нескок без сахара. И он по вкусу... Это типа бренд Нескок от Москве. Он по вкусу точно такой же. Вот так же можно есть ложками. Он такой же вкусный. Но он no sugar added. Я заказывала его с iHerb. У меня в инстаграме есть актуальная подборка iHerb или iHerb подборка. Короче, там есть ссылочки на все вещи, которыми я делюсь, которые есть у меня. Поэтому, если вам надо будет заказать, то вот там вот найдите. Там ещё, по-моему, мои промокоды есть на скидочку. Так что... Взаимные лайки. Взаимные подписки. Забавное, но парня, который, собственно, написал эту песню, я знаю. Мы с ним не общались вживую, но я его просто видела. Я знаю, как его зовут. Я знаю, что он существует. Я ещё года три назад была с ним на совместных тусовках. И два года назад. Я просто видела весь его путь, как он не останавливался. Пусть у него там не было какой-то супер большой популярности. Он просто пел. И вот он, короче, резко взлетел с этой песней. Там я, насколько знаю, он сейчас в Иксо. И это очень круто, на самом деле, когда человек идёт к своей цели, не бросая её. Вот. Он большой молодец. Так что мы слушаем утрак. Сейчас я вам покажу. Всем привет, мои дорогие подписчики. И сегодня я хочу рассказать, чем же я, как я ухаживаю за своим лицом. First, средства are from Clorance. Brand Clorance, you know. Yes. Peach and Cam Romashka. Prinder. Меня часто просят показывать мои уходовые средства. Так вот, что я делаю вечером? На самом деле, я ничего особо со своей кожей не делаю. Я даже редко делаю маски, потому что мне лень. И иногда я протираю кожу, раньше это было на постоянной основе, сейчас редко, очищающей водой Clorance с персичком и тонизирующим лосьоном. Но я их потом смываю. Ну, ещё я ими снимаю какие-то остатки консилера, потому что я иногда им пользуюсь. Ну, когда им пользуюсь, то смываю. А так вообще всё, что я делаю вечером, беру вот эту бадью алоэ, выдавливаю и мажу на лицо, потому что я не пользуюсь кремчиками. Они очень жирные. Я могу наносить кремчик зонально, потому что у меня сейчас подбородок обветривается и немножко вот здесь. Так вообще для всего лица я постоянно использую алоэ. Она как и увлажняющий гель, как и успокаивающий от ожогов, например, летом. На шею тоже не забываем. На всё, короче, что можно. И ещё у меня есть кремчик, просто у меня другого нет, но есть Невеевский. Сейчас у меня подсохнет лицо, я нанесу на подбородок, потому что он у меня обветривается. И вот сюда. Ну и, собственно, всё. По утрам я максимум умываюсь. Даже патчи я перестала сейчас делать. И гигиеническая помада. У меня её, кстати, Федя принёс. Принёс. Привёз из Америки. У нас у девочек у всех коллекция. У меня там стробери, у Насти как она, у кого-то ещё ваниль. Короче, у них все разных цветов. И всем Федя привёз. Ну и, собственно, всё. Это всё, что я делаю с лицом. Иногда делаю с волосами, но это уже другая история. Как-нибудь потом расскажу. Искренне вам не советую маски, в которых написано, что можно их не смывать, а можно и смывать. Не наносить и не смывать. Я нанесла этой маске, ну, так, приличненько, потому что она вкусно пахнет папайей на волосах. Ну, на мокрые волосы. С утра я просыпаюсь, я понимаю, что у меня волосы жирные. У меня не было возможности утра голову помыть. Мне в итоге пришлось ходить целый день с хвостом, а мне ещё выглядело не очень хорошо. А когда я выгляжу не очень хорошо, ходить через хвостом, это вообще... Я думаю, что в Гиво я теперь буду очень ответственно подходить к подбору косметики. Покупать только ту косметику, которую я сама пользуюсь, которую могу посоветовать. И какие-то хорошие бренды проверенные. Потому что, ну, вот с такой штукой реально какая-то фигня. Мне прям обидно. Всё. Итак, ребята, сегодня у нас есть последний эпизод. Это тренд из ТикТока. Всё. Желаю вам спокойной ночи. Ой, я что-то забыла эту маску снять. Маску и повязку. Я сейчас скину эти файлы на компьютер, чтобы завтра снимать ещё один влог. И, наверное, напишу дизайнеру обложек, чтобы у меня начали делать новую обложку. И пойду спать. Встретимся в следующем влоге. Спокойной ночи.